Вот так начинается путь от обычного куска глины до готового изделия. Анастасия в гончарном деле уже три года. Свою работу мастер-керамист называет арт-терапией. И не зря это действительно напоминает некую медитацию. Я могу придумать какую-то штуку у себя в голове и воплотить ее в материале. Она через какое-то время уже будет стоять готовая. Это было прикольно. И в какой-то момент, когда мне все надоело, я поняла, что можно поучиться. С такими мыслями Анастасия и пришла к гончарному кругу. Нашла своего мастера и стала познавать тонкую науку. Своими изделиями выбрала посуду и предметы для дома. Функциональность и уют, говорит, ценят больше всего. Ведь это отдельный мир, полный своих тайн и секретов. Я где-то читала, что когда обрабатываешь краешек кружки, нужно думать о поцелуях. Не знаю, насколько это достоверно, но вроде они довольно удобные получаются. Вообще глина по своей природе материал живой и в умелых руках может превратиться в настоящее произведение искусства. Гончарный круг – это все-таки больше навык, который нарабатывается. То есть это как на велосипеде ездить, никто сразу не поехал. Чем больше занимаешься, тем лучше получается. И когда человек садится первый раз за гончарный круг, ему может быть сложно. Я бы не сказала, что это будет медитация. Это скорее будет небольшой стресс, но интересный. Такой интересный небольшой стресс испытала и я. Но работа сразу пошла ладно под чутким руководством мастера. Вот то, что у меня получилось через пять минут нашей совместной работы с мастером. Не знаю, что это – конфетница или, возможно, горшок для цветов, но я этим горжусь. Попробовать приручить глину может каждый. Впереди майские праздники. И это прекрасный повод разнообразить свои выходные или даже устроить свидание. Хотя это и не станет повторением нашумевшей сцены из фильма «Привидения», но точно запомнится вам надолго. Кто-то заказывает себе, вот прям хочет конкретной тарелки с каким-то конкретным рисунком или формой. Кто-то приходит просто полепить, попробовать, то есть как развлечение. Кто-то приходит самостоятельно создать себе нужную вещь. Почему бы и нет? А приложили руку к созданию своего первого глиняного шедевра. Виктория Шкальная, Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok